Я вроде ничего дополнительного не ем, я вроде бы даже наоборот уменьшил рацион, вроде бы даже по калориям стало есть меньше, а жира становится больше. Почему? Или ты сейчас умираешь от инсульта там, или ты сбрасываешь вес и отечность. Самый важный, главный, первый пункт для стройнения. Сбросил очень быстро, он стал реально стройным. Мир вашему дому, в эфире доктор Кармацкий, кто молодец? Конечно, вы молодец, и в эфире еще целебный хвост кота, который, в отличие от Патрика, не легенда прямых эфиров, потому что он не любит позировать. Но в общем и целом он тоже с нами и желает вам хорошего настроения. Тимофей, как похудеть? Как похудеть? Ответ, казалось бы, очевиден, но все продолжают задавать этот вопрос. Как похудеть? Как похудеть? Окей, записываю ролик о том, как похудеть. Да, я тоже хочу знать, как похудеть. На самом деле, мне, как врачу, абсолютно без разницы, похудеете вы или не похудеете. Мне, как врачу, без разницы. Что такое вес тела? Это сила, с которой вы давите на весы и видите там какие-то циферки и стрелочки. Мне, как врачу, абсолютно без разницы, с какой силой вы давите на эти стрелочки. Мне, как врачу, важно, чтобы все ваши органы работали. А чтобы все ваши органы работали, важно, чтобы вы научились вычислять стрессовые ситуации, на которые вы реагируете. И потом, из-за этих ваших стрессовых реакций, на вот эти конкретные события, у вас страдают органы, и потом люди реально от этого умирают. Вот это, как врачу, важно. При этом, абсолютно не важно, какой у вас вес тела, с какой силой вы давите на весы, хочу я похудеть, не хочу я похудеть. Важно, чтобы вы не нахватывали стрессов, важно, чтобы вы научились не реагировать или реагировали правильно. Или, если уж среагировали, не успели себя поймать за хвост, как я, кота, успел сегодня. Важно, чтобы вы знали, что делать с последствиями и не умерли от какой-нибудь ерунды. Да, действительно, да, действительно, чем больше жира, тем больше отечность, об этом мы уже говорили. Чем больше отечность, тем больше шансов умереть. Но, большая часть всех тех людей, которые задают вопрос о похудении, которые хотят похудеть, они задают эти вопросы не из-за того, что опасаются умереть от инсульта или инфаркта. Они просто хотят стать красивее, они хотят стать привлекательнее. Они сами себе не нравятся или их, этих людей, кто-то гнобит, что у тебя попа толстая, у тебя там лицо толстое, у тебя еще что-то там толстое, круглое, квадратное, не такое, как должно быть, с чьей-то или их самих точки зрения. А те, у кого реальная ситуация жизненная прижала, что или ты сейчас умираешь от инсульта, или ты сбрасываешь вес и отечность, или ты умираешь от инфаркта и сбрасываешь вес и отечность. Тех ребят не надо мотивировать, им не надо смотреть ролики, они просто берут и худеют, а всем, ну или стройнеют, правильно я говорю, стройнеют. А все остальные хотят стройнеют просто потому, что хотят стать более привлекательными, или их просто кто-то задолбал, ну или они сами себя задолбали. Поэтому, если вам хочется стать стройнее, первое, это не калории, не спортзал, не что-то еще. Первое, это мотивация. Самый важный, главный, первый пункт для стройнения, для того, чтобы стать стройной или стройным, для того, чтобы сбросить ненужные вам килограммы или ненужные кому-то килограммы, это мотивация. Если не будет мотивации, да вы можете хоть засидеться на диетах, хоть забегаться в спортзал, вы очень быстро, во-первых, это все бросите, во-вторых, это будет вызывать у вас напряжение, это будет являться источником стрессов, о которых мы тоже чуть-чуть поговорим, будет меняться из-за этого биохимия, поэтому ничего хорошего от этого не будет, поэтому вам нужна мотивация. А где ее взять? Отличный вопрос, нужно с каждым человеком индивидуально разговаривать. Нужно задавать вопрос, зачем ты хочешь постройнеть, какая у тебя мотивация? Если, ну, хочу постройнеть, потому что вот просто хочу, так не работает. Такая мотивация, ребят, не работает. Хочу просто, чтобы быть красивой. Как правило, это недостаточная мотивация. Простой пример, простой пример из реальной жизни. Когда-то мы снимали, я уже даже не помню, какой-то ролик, и мой хороший знакомый на этих съемках присутствовал. И вот ходили там, снимали также так называемый бэкстейдж, то есть как это все расставлено, камеры, и этот человек попал в кадр. Потом он увидел себя вот на этих, не то что неудавшихся дублях, а дополнительных дублях, увидел себя со стороны и впечатлился, нифига себе, какой у меня живот. То есть прям реальная складка. Этот человек так сильно впечатлился тем, что он себя увидел, и какое он мог бы производить впечатление на окружающих. То есть почему-то до его подсознания не доходило, что если я смотрю на себя в зеркало и что-то вижу, ну и ладно. Кто-то мне что-то говорит, ну и ладно. Сработала мотивация только тогда, когда он себя увидел в телевизоре, когда он себя увидел в ролике, когда он себя увидел в телефоне. Да, тогда, когда он увидел себя реально со стороны, почему-то конкретно для него это сработало. Это было с супер мотивацией. Что он начал делать? Он отказался от быстрых углеводов, и он начал ходить по 10 километров в день. Ходил по улице и ходил по дорожке. Сбросил очень быстро, он стал реально стройным. Ну и молодец, вот так работает мотивация. И таких же примеров из реальной жизни вы можете вспомнить из своей реальной жизни. Очень много, когда до родов есть мотивация, после родов мотивации уже нет. До свадьбы есть мотивация быть в форме, а после свадьбы уже нет. До знакомства с мужчиной, например, есть мотивация быть стройным. А после того, как я с ним познакомилась, родила ему ребенка, все, он уже никуда не денется. Куда он теперь денется с подводной лодки? Никуда. Мотивация исчезает. Таких примеров куча. Когда человек поддерживает себя в форме ради чего-то или кого-то, и этот что-то или кого-то его мотивирует. Работа, семья, партнер, мужчина, женщина, ребенок, дети, внук, там без разницы. Поэтому прежде всего нужно найти мотивацию. Нужно покопаться в себе, спросить себя, вникнуть в себя. И найти ответ на вопрос. Реальный ответ, который будет вас мотивировать. Зачем мне стройнить? Мотивация должна быть. Всегда мотивация должна пойти. И поскольку большая часть людей затрудняет, вот я на консультациях спрашиваю, а зачем? Он ничего не может ответить. Я ему набрасываю, тогда он, да, выбирает из готовых ответов. Но просто обменяйтесь друг с другом опытом. Возьмите и напишите в комментариях. Я хотел постройнеть, потому что то-то, и это сработало. А я там хотел постройнеть, потому что то-то, и это не сработало. Так вот, вы будете видеть, какие мотивации у каких людей срабатывали, а какие виды мотивации не срабатывали. Положительный обмен опытом – это всегда хорошо. Хорошо, когда человек не один на подводной лодке, а нас много. И мы все плывем в заданном, в одном направлении, к светлому будущему, обмениваемся опытом и видим, что «Ага, вот это работает хорошо, вот это работает плохо, а это вообще не работает». Поэтому напишите в комментариях, какая мотивация сработала конкретно для вас, или какие-то реальные случаи из вашей жизни, вашего окружения, когда какой-то вид мотивации сработал для кого-то. Второе, что нужно делать для того, чтобы стать стройнее – это отрегулировать свой режим дня. Условно говоря, если вы бесконечно устаете на работе, если вы задерживаетесь на работе, потом дома у вас какие-то напряги, выложитесь в 2 часа ночи, то ни о каком постройнении речи и быть не может. Почему? Потому что если режим дня, график сон-бодрствования не отрегулирован, то суточные циклы гормонального фона, наших внутренних гормонов, они начинают сбиваться. Всё в природе всегда отрегулировано. Плюс-минус после захода солнца, после 6, 8, 10 вечера, мы уже как бы должны готовиться плюс-минус ко сну, лечь спать, условно говоря, в 8, в 10, всю ночь спать и с первыми петухами, там 5, 6, 7 утра мы должны просыпаться. И наш гормональный фон генетически предрасположен к такому графику. Конкретно нас интересуют 2 гормона, которые напрямую влияют на количество подкожной и висцеральной жировой клетчатки. Это гормон кортизол и это гормон соматотропин. Эти 2 гормона влияют и на эффективность работы инсулина, и на утилизацию глюкозы, на производство глюкозы, на усвоение энергии, на регенерацию тканей, самое главное, на расщепление, либо наоборот строительство подкожной и жировой клетчатки. Если хотите, чтобы у вас в принципе была склонность к разрушению подкожной и жировой клетчатки и при этом к одновременному строительству мышц, костей, связок и суставов, что очень важно не только для внешнего вида, но и в принципе для здоровья, следите за уровнем кортизола и гормона роста. Соматотропин это гормон роста. Так вот, а как за ними следить? Что нам в лаборатории ходить, сдавать кровь? Да нет, конечно. Конечно, просто отрегулируйте себе режим сон-бодрствование и уменьшите стрессовую нагрузку максимально, если эта стрессовая нагрузка приближается ко сну. Пусть стресс будет утром, пусть стресс будет днем, но потом, когда вы выходите из стрессовых ситуаций, вы должны быть спокойны. А если у вас утром на работе стресс, по дороге на работу утром стресс, на работе днем стресс, а вечером в семье снова стресс, из-за этого стресса вы еще и позднее, чем надо, ложитесь, то у вас просто все встает с ног на голову. Скачки кортизола смещаются куда-то там на дневное или утреннее время, а не на 5-6 утра. Плюс отсутствует гормон роста в нужной фазе сна или вообще глубокой фазы сна. И вы даже употребляя то же самое количество калорий, которые употребляли раньше, как люди обычно возмущаются, я вроде ничего дополнительного не ем. Я вроде бы даже наоборот уменьшил рацион, вроде бы даже по калориям стало есть меньше, а жира становится больше. Почему? Потому что очень важно не только то, что и сколько вы едите, но и как именно это усваивается и расщепляется ваша подкожно-жировая клетчатка или нет. А это уже регулирует гормоны. Чтобы гормоны были в порядке, нужен нормальный распорядок дня и нужен нормальный сон. Это номер 2. Это важный пункт номер 2. Первый пункт – мотивация, запомнили. Второй – распорядок дня и качественный сон. И только на третьем и четвертом месте идет всеми любимое... Ну, давайте так, пункт номер 3. Это самодисциплина в плане еды. А пункт номер 4 – это физическая активность. Так вот, это третий и четвертый пункт, а не первый и не второй еще раз. Все забывают про самые важные первые и вторые пункты и сразу начинают рубиться в третий и четвертый пункт. И если такой человек без мотивации, с ненормальным уровнем гормонов, если мы его загоним в спортзал, раз, и посадим на какую-нибудь нелюбимую диету, два, к чему это приведет? Да ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому первые два пункта – это первые два пункта, это самые важные пункты. И, наконец, третий и четвертый пункт – это дисциплина в плане еды и физическая активность. Какая конкретно дисциплина в плане еды, самодисциплина? Убрать все быстрые углеводы из рациона, все сладости, печеньки, хлебобулочные изделия, шоколадки, конфетки, все то, что человек любит подгрызать, поджирать между приемами пищи, где-то там в перерывах, иногда даже ночью, все то, что он за еду не считает. Многим сложно очень это сделать, потому что, если не смотрели ролик про сахар, обязательно посмотрите. Сахар вызывает скачок дофамина, человек становится толерантным к сахару, сахар нужно больше, сахар – это источник удовольствия. Все, проблема номер один – он привязан к сладостям. Если у него пункт номер один – мотивация выполнен, то мотивация перевешивает привязанность к сахару, и он ради какой-то высшей цели отказывается от своих привычек, потому что мотивация побеждает и дисциплина срабатывает. Опять же, если нет мотивации, то хоть задисциплинируйся, все равно человек слетает с катушек, опять все это наедает, или полгода держится, молодец, сбросил, красавчик, все этого человека хвалят, а потом бах, слетает с катушек и за месяц все это набирает. Причем набирает, как правило, больше даже, чем было до. Опять же, эффект отскока. Если организм думает, если организм в стрессе, если он не мотивирован, то он вот эту самодисциплину, ограничение в еде, какой-то жесткий распорядок дня, жесткие тренировки, организм воспринимает это как дополнительный стресс, а в стрессе что нужно делать? Правильно, нужно запасать энергию. Поэтому, если он вдруг слетает с катушек, начинает есть больше, то организм такой, о, шикарно, пошла еда, мы можем ее запасать, потому что мы живем в какой-то суперагрессивной среде. Поэтому он может даже набрать в итоге после отскока больше, чем было до. Но, тем не менее, самодисциплина действительно важна. Что конкретно надо сделать? Надо посчитать примерно, сколько вы калорий в день тратите, есть это все в гугле, в табличках, сейчас не будем на этом останавливаться. И также в гугле, в табличках, посчитать, сколько вы в день наедаете. Так вот, вы должны наедать не больше, чем вы тратите. Если вы наедаете больше, вы уходите в плюс. Если вы наедаете меньше, вы уходите в минус по калориям. То есть, дефицит калорий нужно насчитывать за сутки. Причем, не важно особо, когда вы это едите, утром, днем, вечером, нужно, чтобы за сутки суммарное потребление калорий было меньше, чем ваши суточные энергозатраты. Это во-первых. А во-вторых, рацион питания, поскольку вы будете неизбежно есть меньше, чем обычно, то, как правило, в ущерб белкам и жирам. А это очень плохо, потому что мы сделаны из белков, мышцы, белки, кости, суставы, хрящи, белки. А жиры – это витамины, это гормоны, это желчаток. А желчаток – это печень, а печень – это замусоренность нашего организма. Чтобы не пострадать от того, что вы сокращаете свой рацион, ваш рацион должен становиться менее углеводным и более белково-жировым. Тогда все будет нормально. Плюс ко всему, белки и жиры перевариваются тяжелее, дают большую сытость, дают большую плавность уровня инсулина и глюкозы крови. Белки и жиры – это всегда хорошо. Даже если вы будете, на самом деле, уходить в плюс по калориям, но будете налегать на белки и жиры, вы все равно рано или поздно начнете поджигать свой подкожный жирок. Поэтому рацион теперь базируете на белках и жирах, а быстрые углеводы – убираете медленные углеводы, если вы к ним привыкли, поставляете в какой-то там разумной дозировке и сколько вам надо по калориям в сутки. Ну и, наконец, физическая активность. Это должна быть аэробная нагрузка прежде всего. Что это значит? Медленная, длительная, постоянная, можно сказать, легкая нагрузка, которая рано или поздно приведет к тому, что запасы энергии в мышцах и в печени истощатся, и организм перейдет к разрушению подкожной жировой клетчатки. Кроме того, любая физическая активность, особенно аэробная, она ускоряет обмен веществ, а ускоренный обмен веществ ускоряет разрушение подкожной жировой клетчатки. Самым хорошим оптимальным способом является, наверное, ходьба. Ходьба может быть по улице, может быть по беговой дорожке. Еще суперским методом является велосипед. Еще удобнее. Сели на велотренажер, поставили перед собой какое-нибудь кино, полезный семинар, полезный вебинар, полезный ролик на YouTube, включили книгу, и вы два в одном, может быть, даже три в одном полезных каких-то действий совершаете, крутя педали. Почему бы и нет? Все то же самое, что вы делаете сидя, вы можете делать это сидя на велотренажеры. Все то, что вы делаете лежа, в принципе, вы, наверное, можете это делать сидя и крутя педали. Почему бы и нет? Крутите, смотрите, крутите, слушайте, крутите, сжигайте калории. Вот так вот. И опять же, сколько случаев в практике, когда, не учитывая первый и второй важные пункты для того, чтобы быть стройным, человек загоняет себя в тренажерный зал, на велотренажер, на дорожку, куда угодно. Надолго ли его хватает? Ненадолго. Срывается он? Да, конечно. Более того, от одного и того же упражнения, от одной и той же тренировки можно получать пользу, можно ничего не получать, а можно вообще получать вред, травмы и все остальное. Чтобы этого не было, нужно выполнять еще одно дополнительное, можно сказать, пятое полезное правило, о котором я расскажу в своем бонусном уроке в своем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Теперь вы точно знаете, что нужно делать, если хочется стать стройнее. Но самое главное, вы не должны себя пилить, вы не должны себя ругать и вы не должны позволять кому-то пилить или ругать вас, за то, что вы стройный или не стройный, стройная или не стройная, жирная или не жирная, толстая или не толстая. Это ваше личное дело, каким какой быть. Это ваша личная жизнь, ее дали конкретно вам, а не кому-то. И этот кто-то не имеет никакого права прессовать вас за ваши объемы, формы и контуры тела. Поэтому в любом случае, пока вы соберетесь стройнеть, не соберетесь стройнеть, неважно, нужно себя похвалить. Спросите себе, кто молодец? Уверенно ответьте себе, я молодец? И вам станет легче. Поехали, 10 раз. Кто молодец? Вы молодец. Кто молодец? Вы молодец. Кто молодец? Вы умничка, вы супер-супер молодец. Кто молодец? 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 Продолжение следует...